Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Традиция устраивать пышные застолья понемногу уходит в прошлое. Шумные домашние посиделки сегодня устраивают все реже. А молодые люди и вовсе предпочитают праздновать в кафе и ресторанах, поскольку это современно, красиво и удобно. Не нужно организовывать, готовить, убирать. Однако те, кто постарше, помнят, насколько приятно проходили свадьбы, юбилеи или даже шумные новогодние посиделки дома, когда под одной крышей собиралось сразу несколько семей. Такое застолье в домашних условиях было душевным, радостным и теплым. Преимуществом таких посиделок была их неспешность. Можно удобно устроиться в кресле или на диване и слушать разговоры близких людей. Причем рядом не будет громкой музыки или шумных и пьяных компаний, как в том же кафе, из-за которых не слышно даже ближайшего собеседника. Семейное застолье собирало всех членов семьи и детей, и взрослых, и стариков. Зачастую за одним столом сидели люди, которые редко видятся в других условиях. Что касается блюд, то тут на столах появлялось то, что в обычные дни попробовать вряд ли была возможность. И привычка лучшее хранить на праздник, чтобы блеснуть перед гостями, также делала застолье особенным. И домашнее соленье, закрутки, выпечка и прочие вкусности в таких условиях казались вершиной кулинарного искусства. Даже скромный стол был праздником, если за ним собирались действительно близкие люди. Подарки громкие, тосты за душевные разговоры и распевание старых песен превращало торжество во что-то особенное, в событие, ради которого стоило не один месяц экономить деньги, а иногда и брать в долг. Однако в наши дни эпоха пышных застолий окончательно уходит в прошлое. Если люди решаются отметить какой-то праздник дома, то это происходит в тесном семейном кругу. Приглашать всех подряд точно не станут. Возможно, люди стали бережнее тратить деньги, а может, этих самых денег стало меньше. Но причины не только в этом. Для большого застолья нужно не только много денег, но и немало усилий. Пару дней возни на кухне уничтожат даже минимальное чувство праздника, а в итоге нужно будет еще за всеми поухаживать, перемыть посуду, убрать. Казалось бы, хозяева должны быть настоящими королями праздника, но они превращаются в прислугу для подвыпившей оравы гостей, где не каждого из которых особо хочется видеть. К тому же в самый разгар праздника может заявиться и любящий тяпнуть сосед, как же не угостить. Пойти в кафе или ресторан в наше время доступнее, чем это было еще пару десятков лет назад. И тут действительно можно отдохнуть, полностью отдаться празднику, не заботясь, полные ли тарелки стоят рядом с дорогими гостями или нужно еще доставить холодца. Всю грязную работу сделает персонал. Клиентам останется только хорошо провести время. К тому же в хорошем заведении всегда есть, где с комфортом разместиться и даже потанцевать. Тут можно наделать фотографии, которыми приятно будет поделиться в соцсетях. Да и просматривать эти снимки точно захочется, ведь они напомнят о положительных эмоциях, а не о готовке, матье посуды и уборке. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.